всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду в последнее время мне интернет регулярно подсовывает разнообразные рецепты имам байлды но если попросту это фаршированные баклажаны меня в первую очередь именно само наименование рецепта заинтересовало его переводят как имам в обмороке не знаю насколько это правда знатоки подскажите ну да ладно черт с ним посмотрим что он там такое натворил почему он в обмороке оказался ну и кстати надеюсь что вы под этим роликом и в группе вконтакте поделитесь своими вариантами этого рецепта и так мне понадобится баклажаны томаты лук разный сладкий перец протертые томаты зелень петрушки фарш и хорошо пищу вяленые томаты вообще был уверен что они у меня есть но оказалось что неожиданно закончились как их готовить я показал в отдельном ролике вот челкать и посмотрите сюда пропустили и надеюсь что у вас то все в порядке запасы загрома полны этими томатами так поехали начну с баклажанов разрежу их пополам и надсеку серединку как-то так ну и сразу посолить в таком виде они припекутся быстрее и чутка масла оливкового так для проформы так надо будет достаточно отправлю их в духовку температура 190 вверх и нижний нагрев думаю 15 минут им хватит ну в крайнем случае 20 сам быстро нарублю лука мелким кубиком его надо обжарить на оливковом масле до прозрачности а пока он обжаривается займусь перцем и нарезкой томатов жалко что у меня вяленые кончились если вдруг кто-то из вас еще их не пробовал поясню они очень сильно отличаются по вкусу от свежих так как влагу при завяливании теряют соответственно очень сильно прям чрезвычайно концентрируется вкус ну вот вспомните допустим вкус свежего абрикоса и чем отличается от кураги да вот и я о том же так что там с луком а на второй сковороде отдельно обжарю фарш но его надо выкладывать в разгоренное масло есть и положить мясо на едва теплую сковородку то оно вместо обжаривания начнет тушиться мясо сразу сок выделит на горячем масле все по-другому да и после выкладывания не надо его перемешивать дайте прижариться подрумяниться тут все просто сковородка раскалена масло горячее а фарш холодный вы его плюхнули толстым слоем теплопроводность фарша невелика и поэтому прижаривается начинает и терять собственно говоря теплоту сковородка только для тоненького слоя фарша если сразу перемешать то вся вот эта теплота запасена предварительно сковородой и маслом распределиться на весь вот этот шмат мяса соответственно масло и сковорода наверно остынет и та самая беда начнется тушение вместо обжаривания поэтому положили мясо не трогайте его дайте вот этому тоненькую слою прожариться потом перевернете за это время когда прижаривается сковородочка опять успеет тепла набрать и дальше будет обжариваться короче не торопитесь лопаткой мешать процесс идет кстати баклажан уже пора вытаскивать а какие красавцы получились ну а к овощам надо добавить протертых томатов немного и теперь вот и посолить можно и черного перца добавить и орегано и базилика сюда а фарш соль черный перец и зиру баранина с зирой отлично сочетается все начинка готова можно фаршировать сюда только овощи так вот сюда и овощи и баранина но для одной штучки с баранина хочу и сыра добавить на пробу так я не видел чтобы кто-то делал но мне кажется может быть получится неплохо это у меня чеддер но вы выбирайте сыр на свой вкус это если вы вообще соберетесь и распользоваться а то может вам без него все понравится все отправляю духовку еще раз в этот раз минут десяти будет достаточно у меня перелив для тех из вас кто не смотрит на и готовит основные этапы готовки какие эти все просто немного зелени вырубить для украшения ну приятного аппетита сначала без мяса ароматы пряных трав помидорчика вот этого все-таки жалко что не было вяленого и думать его бомба я конечно не скажу чтобы я бы упал в обморок от этого но это вкусно баклажан очень сочный не пересохший ну потому что мало готовился с этой сочной овощной начинкой просто класс знаете что надо было еще наверное свежим чесноком вот так вот посыпать перед подачей вообще было просто бомба потому что он вкус яркий насыщенный классный но от остринки мне не хватает то есть черный перец дает остроту но это не та строта что чесноке ладно что у нас с мясной составляющей и сырный так ну-ка вот этот вкус манчик так баранина и сыр слушайте мне это нравится сыр но сыр наверно нет конечно выглядит эффектно но я не любитель таких запеканок именно с сыром а вот баранина в сочетании с этим овощиным фаршем это классно и я наверно буду такое готовить не раз и не два потому что во первых случае допустим если кости собираются прийти вот эту вот овощную и овощно мясную начинку можно заранее приготовить баклажаны запекаются быстро их и предварительно подпичь можно заранее а перед приходом гостей засыпал закинул на 10 минут духовку и готовы просто класс короче блюдо имеет право на существование очень даже неплохо ярко сочно классно мне понравилось надеюсь понравилось и вам огромное спасибо за компанию напоминаю что если вы хотите острые ножи то их надо точить и металл очень важен самура ваш выбор ну и мой по крайней мере вы видите уже больше года им пользуюсь и прекрасно они себя ведут на кухне скидка по промокоду фреска поможет вам сэкономить спасибо за компанию всем пока а